Рыцарь Смерти Специализация «Лёд» обладает рунами нечестивости, льда и смерти. Руны смерти заменяют руны любого типа. Используя руны для применения способностей, вы накапливаете силу рун, и её можно расходовать на другие атаки. Специализация «Лёд» предполагает использование двуручного оружия или оружия в каждой руке. От этого выбора зависит ваш стиль игры. Рассмотрим вариант с оружием в каждой руке. Для начала обратитесь к власти льда и примените «Зимний горн». Затем используйте удар чумы, который стоит одну руну нечестивости и накладывает эффект «Кровавая чума». Удар чумы наносит не очень большой урон. Он хорош лишь для наложения кровавой чумы. Затем следует применить уничтожение. Способность наносит большой урон, но расходует по одной руне нечестивости и льда. Поэтому уничтожение стоит применять, если у вас есть в запасе руны нечестивости и не нужно использовать удар чумы. Руны льда и смерти лучше потратьте на использование «Воющий ветер». Если же на цели меньше 35% здоровья, вместо «Воющего ветра» используйте «Жнеца душ», когда эта способность будет готова. Придерживаясь этой базовой ротации, вы накапливаете силу рун. Ее можно потратить на ледяной удар. Применяйте ледяной удар, пока ждете восстановления рун. Нужно следить и за срабатыванием эффектов. Когда вы используете уничтожение, есть шанс срабатывания морозной дымки. Тогда следует сразу применить «Воющий ветер». При автоатаке может сработать машина для убийств. Тогда следующее уничтожение или ледяной удар нанесут критический урон. Если у вас есть в запасе руна нечестивости, лучше потратить ее на уничтожение. Если нет, используйте ледяной удар. Чтобы овладеть искусством «Рыцаря смерти», потребуется многому научиться. Надеемся, этот курс поможет вам продвинуться в нужном направлении. После освоения обзов игры, уделите время изучению способностей, талантов и символов. Ролик озвучен студией Art Voice. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова